Другим темам. Практически каждый пятый британец имеет долги, которые не может погасить. Согласно проведенному исследованию, в пяти английских городах с серьезными финансовыми проблемами сталкивается до 40% населения. Больше всего должников в городе Хал, где проживает четверть миллиона человек. Рассчитаться с долгами там не могут 43% людей. Далее в черном списке кредиторов следуют Нотингем и Манчестер, где показатели на 1% ниже и замыкают пятерку города Ноусле и Ливерпуль, где должниками являются 39% населения. Каким образом британцы попадают в долговую кабалу и что им за это грозит, и как эта ситуация сказывается на национальной экономике, в теме разбиралась Белла Кудайбергенова. Это отделение самой известной британской фирмы, которая предоставляет экспресс-кредиты. Ее филиалы можно встретить практически на каждой центральной улице любого городка или поселка. Называются они Манишоп, что переводится как магазин денег. Практически любой британец может взять у них в долг буквально в считанные минуты. Правда отдавать придется с учетом процентов, а они составляют ни много ни мало 3000% в год. Кристин Райли зашла занять 150 фунтов до зарплаты. Ее доход 13,5 тысяч фунтов в год – слишком маленькая сумма, чтобы рассчитывать на поддержку традиционных финансовых институтов. Так что Манишоп ее очень сильно выручает. Занять ты можешь сколько угодно, они будут тебе давать все больше и больше. Но в какой-то момент ты получишь большие проблемы. Моя племянница несколько лет назад задолжала им 5000 фунтов. Все родственники собирали деньги, чтобы расплатиться, чтобы ее не затаскали по судам или вообще в тюрьму не отправили. Марк Стэнли рад, что он наконец-то закрыл кредит. Деньги брал на празднование дня рождения. Надеется, что это его первый и последний опыт общения с экспресс-кредиторами. За месяц 280 фунтов превратились в 400. Я без особых проблем могу погасить и срочный заем, и проценты по ипотеке. Но меня не радует, что происходит сейчас в стране. Безработица. Многие люди еле сводят концы с концами. Не дай бог попасть к кредиторам. Они же бессердечные акулы. Кредиторов такие комментарии особо не смущают. По мнению сетевого директора Манишоп Карлин Волтон, 3000% в год – это вполне нормальный процент. У конкурентов он еще выше. К тому же, по ее словам, официальные ростовщики взимают долги цивилизованными методами, в то время как теневики, например, устраивают и физические расправы. Миллионы людей, которые сталкиваются с финансовыми трудностями, могут их избежать, если обратятся за бесплатным советом к специалистам. Государство датирует такую помощь, и она доступна всем. По данным Банка Англии, общий размер долгов британцев составляет почти полтора триллиона фунтов ферлингов. Именно как раз тот уровень, который был завиксирован накануне финансового кризиса 2008 года. Белла Кудайбергенова, Лондон, Великобритания.